Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вся информация для данного видеоролика была взята из журнала Самворлд, поэтому если вы любите что-то почитать, особенно если вы любите что-то почитать про GTA Самп, я могу вам настоятельно порекомендовать почитать именно Самворлд. Я сам его регулярнейшим образом читаю, настолько интересные статьи еще нужно поискать и вот я как раз таки для вас все это нашел и сегодня я буду вам рассказывать о разнообразных багах из GTA Сампа, о которых некоторые люди могли знать, некоторые люди могли не знать, некоторые, даже допустим вот я, как некоторые люди, я тоже мог о чем-то из данного видеоролика не знать. Поэтому сегодня я вам расскажу максимально обо всем, о чем тут написано, поэтому что я могу вам сказать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ведь у меня очень мало людей подписанных на канал именно с колокольчиком, там около 20 с чем-то процентов, я хочу чтобы было ну 50% от подписанных людей, потому что ну блять как-то просмотров маловато и это меня утручает. Однако, ладно. San Andreas Multiplayer существует уже 13 лет, но многие баги и фичи мультиплеера таки остались неизвестными для большинства игроков. В этот раз мы избрали 7 интересных азопенностей Сампа, о которых вы могли не знать или вовсе не слышать или что-то подобие того, там такого нету, однако ну как бы ладно. Парашют и транспорт. Все мы знаем о том, что наносить урон транспорту, в котором нету водителя, невозможно, однако если взять парашют, то эту систему можно обойти и тем самым нанести урон желаемой машине. Остается загадкой, баг это или намеренно оставленная разработчиком особенность. Ну скорее всего я не знаю баг, потому что об вот этой вот функции, об вот этой вот фишке я думаю знали многие люди и Калькор бы об этом явно сообщили, если бы в данном случае была какая-то потребность, какая-то надобность, он бы это ну хоть как исправил бы. Дымовая граната. В одиночной игре она могла убивать NPC своим дымом, а в мультиплеере эта штука способна убить только ваш процессор, ну или видеокарту. Но если у вас закончились патроны и в кармане завалялось пара десятков дымовых гранат, то не отчаивайтесь, ибо у вас есть возможность закидать своего врага до смерти. И это показано как-то вот тут вот, я не знаю, на картинке и вроде как хп даже отнимается. Не знаю, не проверял, можете если что проверить. Луна в прицеле. Самая известная деталь в этом списке, которая скорее всего является пасхалкой. Она работает как в одиночной игре, так и в мультиплеере. При стрельбе со снайперской винтовки по луне она будет увеличиваться в размере, пока не дойдет до своего пика, а затем уменьшится. Конечно, лунтика вы не увидите, но сделать красивые скрины с луной эта фича вам поможет. Не представляю, какие могут быть красивые скрины с луной и зачем вам это может понадобиться. Однако такая возможность, такая особенность нашего дорогого мультиплеера тоже присутствует. Прострелы стен. Некоторые объекты в игре простреливаются, включая почти любую стену в игре. Для этого достаточно встать под правильным углом, прицелиться и выстрелить. Важный нюанс. Стена должна быть поставлена в качестве стороннего объекта, например, маппером. Но бывают исключения в виде тонких стен или ангаров, как бы на самой игре, на самой карте в игре GTA San Andreas. Стоит отметить, что NPC можно убить под любым углом, а в случае с реальными игроками нужно выпустить всю обоим, чтобы нанести малейший урон. Хотя, если игрок будет стоить практически у края стены, то вероятность пробития становится больше. Напишите в комментарии, есть ли пробитие или нет, или не пробил, не знаю. Отсутствие тормозов. Все монстр треки в игре не имеют тормозов. При нажатии на пробел колеса машины поворачиваются по направлению движения транспорта. Либо же колеса могут поворачиваться при нажатии клавиш поворота. Непонятно, это как бы и так все знали. Даже вот в одиночной игре, кто не знает, там вот, если мало ли кто-то не знает, почему это так работает. В одиночной игре, когда нам дают покататься на монстр треке, нам сообщают, что вместо, как бы, тормоза ручником, то есть через пробел, там установлена система, то есть управление колесами или что-то подобие того. Если найду эту катсцену, я вставлю, а если не найду, то Олды так или иначе вспомнят. И именно после этого, как бы, все так и идет. То есть разработчики не рассчитывали, что появится какой-то мультиплеер, в котором можно будет вызвать монстр трек. И даже вот в GTA San Andreas на монстр треке, ну, редко кто катался и редко где его можно было заполучить. Он стоял только в каких-то отдельных деревенских местностях, даже в каком-то, по-моему, особняке. И только там его можно было получить, насколько лично я помню. Я могу ошибаться, но, опять же, это будет все равно лучше, чем у Брулё. Двойной прыжок. Этот баг работает на всех серверах с ролеплей-режимом из-за анимации диалога. Все, что вам нужно сделать, так это одновременно зажать клавиши прыжок и Enter. После чего ваш персонаж выполнит двойной прыжок. Кстати, а вот это вот полезная фишка, я такой не знал. Давайте, знаете, как сделаем? Да, уже прошло, наверное, больше половины видеоролика, если не половина видеоролика. Я только сейчас вам об этом говорю. Давайте так, в комментарии вы можете, по данным видеороликам, вы, разумеется, можете написать, о скольких фишках вы знали, о скольких вы узнали, то есть, только после данного видеоролика. Вот, и все такое. Вот, поэтому напишите, допустим, там, знал о пяти, там, из шести фишек. На самом деле их тут, по-моему, всего семь или наподобие того. Но, не важно, не важно. Приклад. Каждое оружие в игре обладает своим уроном. Но знали ли вы, что урон от удара прикладом у каждого оружия тоже разный? К примеру, урон от удара диглом равен его урону от выстрела. Что-то другого оружия, то удар винтовкой снимает 20 единиц жизни, дробовиком 40 единиц, а ружьем и вовсе 90. В случае с ружьем, удар прикладом отнимает больше, чем сам выстрел. И это достаточно странновато. Вот, вы можете увидеть где-то сейчас, там, я не знаю, смотря вот данный видеоролик, там, вот эти вот все штучки, они как бы, ну, как-то так вот именуются и все такое. Ну, в общем, ладно, не будем на этом заострять особое внимание. Тем более, что это все, это вот конечный результат, конечный баг, который только мы могли увидеть, который мы могли услышать, вот, и все наподобие того. Поэтому в комментарии под данным видеороликом можете писать, сколько и скольки багов вы знали, а скольки вы узнали, то есть только после просмотра данного видеоролика. Я знаю, я прекрасно понимаю, что многие вещи из данного списка могут быть баянистые, неинтересные, ненужные. Но, так или нет, да мне вообще похуй, блять, льва не ебет, что хотят овцы вам, понятно вообще, вот это вот все. Поэтому, ну, да, почему бы и нет.